Всем привет! Вы на канале Сергей Кончаренко и сегодня у нас маленькая посылка и в распаковке я уже ее открыл, потому что покупал давно, нужно было посмотреть вообще хоть что там находится. А там находится micro USB кабель известного, я бы сказал, уже бренда, не такие вот самые простые, самые дешевые, это бренд Flava Mi. Только почему в такой упаковке, я даже не знаю. Но действительно оригинальный кабель, у меня остался заказ, это продавца как раз Flava Mi, Official Store или типа вот такого. Мы естественно не только посмотрим на него, но и протестируем. Смотрите, что я могу сказать по данному кабелю. Во-первых, я не знаю как вы, но я не сильно люблю вот эти телефонные кабеля, шнуры точнее, которые были еще в 90-х. Мне они не нравятся, но с другой стороны это компактный кабель и он тянется. Но для того, чтобы просто подключить смартфон и использовать его, это неудобно. Дальше смотрим, кабель достаточно толстый, относительно, даже не относительно хорошо мягкий. И как вы видите, он пружинит неплохо. Контакты у нас позолото, не позолото, могу сказать, что позолото, но я не уверен, конечно. Я думаю, вряд ли позолото, а просто покрашен в такой золотистый цвет. Логотип Flava Mi и здесь надпись Flava Mi. И помимо этого, как вы видите, кабель у нас универсальный, идет сразу с адаптера. Micro USB, а здесь Type-C. И есть такая вот резиночка или такая вот фишка, чтобы вы не потеряли. Ну, в принципе, может быть хороший кабель именно для путешествий. Смотрите, он маленький и сразу есть два адаптера. И тот, и тот. Это хорошо. Так, давайте смотреть, что данный кабель сможет выдать. Давайте посмотрим по Type-C. Ну, как вы видели, я думаю, что Type-C больше зависит от того, что здесь на microUSB. А на microUSB может быть не очень-то хорошо. Ну, в принципе, давайте смотреть. В принципе, Flava Mi бренд неплохой. Будем надеяться, что все будет неплохо. Итак, по Type-C оригинальный кабель с оригинальным зарядным устройством. Выдает 2,1 А, 5,06 В. Как эталонный, мы берем оригинальный кабель и оригинальное зарядное устройство. Опять-таки, если использовать Type-C, смотрите, показатели 4,72 при 2,11 А, 4,75. В принципе, показатели не самые плохие, но и бывают действительно получше. Все это реально из-за того, что мы используем через переходник. Заряжать данным кабелем вполне возможно. Возможно, смартфону это вряд ли как навредит, но, как вы видите, показатели немножечко хуже. Но зато нет огромных провалов по типу 4,3 А, 4,3 В, например. 4,75 – это еще вполне приемлемое и допустимое значение. Быструю зарядку подключили через microUSB переходник Type-C. Да, быстрая зарядка работает. Это хорошо. Значит, будет и на microUSB работать быстрая зарядка. Это опять хорошо. Давайте просто теперь потестируем, что будет с microUSB. С microUSB, как эталон, опять-таки, мы брали оригинальный кабель. С оригинальным кабелем у нас было показатели 2,1 А, 494,98 В. Давайте смотреть. Ну, опять-таки, 4,75, 2,1 А, 4,75. Показатели не стыдные, не самые хуже, но, как вы видите, от оригинальных немножечко отличаются. Использовать можно кабель вменяемый. Теперь проверка в реальных условиях. В реальных условиях на реальном смартфоне. Смартфон у нас Redmi Note 5 Xiaomi. Подключаем зарядное. Здесь зарядка пошла. И по характеристикам 5,35, 1,70. Ну, 1,7. 1,74 только что было. В принципе, 1,7. Опять-таки, здесь до показателей оригинального кабеля не дотягивает, так как оригинальный кабель выдает 1,9, 2 А. Это чаще всего такие показатели и выдает. Здесь 5,35 Вольт, здесь хорошо, просадки нет. А, как вы видите, здесь пошло дальше 1,83. То, в принципе, значения максимально наближены к оригинальным. Это хорошо. Осталось теперь проверить быструю зарядку. Быстрая зарядка, как вы видите, пошла. И по тестеру смотрите, что у нас получается. Сейчас, может быть, надо немножечко подождать, потому что все согласование пройдет, и ток, и напряжение стабилизируется. И да, как вы видите, опять-таки, показания наближены к оригинальному кабелю. К примеру, оригинальный кабель выдает где-то 8,2 и до 8,2 Вольта 1,7 А. Здесь наближено, но, в принципе, неплохо. 8,13 и 1,57. Можете увидеть сами. И по выводам, по выводам, хотелось бы сказать, что кабель, в принципе, неплохой. Мне не нравится, лично мне, вам не знаю как, вот этот вот телефонный кабель. Удобно, что есть и переходник на все случаи жизни. Маленький, вроде бы как, должен быть, в общем, удобный. Ссылки на вот этот вот кабель, официальный магазин Flavami. Магазин достаточно неплохой, я уже покупал зарядные устройства. Еще другие кабеля у них и чехлы. То, в принципе, магазин и производитель мне понравился. Все, в принципе, соответствует заявленным характеристикам. Также хочу сказать, что сейчас, как micro-USB кабель, как слой 2, 3, 5, 10. И часто даже как основной использую вот такой вот Choe E-Touch. Один из самых простых кабелей, и он недорогой. Но характеристикам полностью соответствует оригинальному. Иногда даже немножечко, может быть, и лучше. Кабель очень-очень хороший. Ссылки все на вот эти вот кабели оставлю в описании под этим роликом. Если вам данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и наши соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь кому-то вы можете помочь с выбором правильного или нормального, адекватного USB кабеля. А для вашего смартфона или гаджета это также важно, как и хорошие, качественные зарядные устройства. Подписывайтесь также на наш второй канал. Там вы много найдете всего интересного. И, может быть, для себя что-то полезное вы подберете. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.